Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. Сегодня у нас в гостях Алексей Игоревич Шумов, инспектор отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области. Алексей Игоревич, сегодня мы с вами поговорим о роли следственных органов в защите детей от преступности и, в частности, в предотвращении преступности в среде несовершеннолетних. Каким образом дела обстоят в нашем регионе с этим вопросом? Здравствуйте! Немаловажную роль, конечно же, в этой работе отводится органам Следственного комитета. Следственный комитет наделен полномочиями по рассмотрению сообщений и расследованию уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении них. Если взять статистику, в 2016 году общая преступность среди несовершеннолетних снизилась на 5,2%. Если взять тяжкие и особо тяжкие преступления, которые совершаются несовершеннолетними, то снижение произошло их на 34%. То есть, если у нас 2015 год насчитывал 73 преступления такого рода, то 2016 год – 48. Если же мы возьмем 2017 год текущий, то у нас, в принципе, показатели первого квартала, они на прежнем уровне, как и первый квартал аналогичного периода прошлого года. По преступлениям, которые совершаются в отношении несовершеннолетних, также произошел незначительный спад. Это очень хорошо. Если в аналогичном периоде прошлого года, то есть, в 2015 год у нас 50 преступлений было тяжких и особо тяжких в отношении несовершеннолетних, то в 2016 год – 48. 4%. Если говорить о категориях преступлений, которые можно ведь разграничить, какие наиболее распространенные преступления совершаются несовершеннолетними или в отношении них? Из категории, наверное, можно их разделить на 4 условные такого рода категории. Это первое – это применение насилия, как ими, так и в отношении них. Сюда будет относиться и убийство, и умышленное впечатление тяжкого вреда здоровья, и грабежитие, и самый разбой, который в ту же очередь можно отнести к разряду хищения. Хищения, угоны, вот этот пласт преступлений. Ну и, конечно же, это половые преступления и в сфере незаконного оборота наркотических средств. Вот. Если мы возьмем по преступлениям, которые совершаются с применением насилия, то, к сожалению, основная масса, наверное, этих преступлений совершается у нас в семье. Именно членами семьи. Вот. Примеров масса. Но в качестве, опять-таки, не так давно было завершено у нас расследование уголовного дела в Скопинском МСО в городе Скопине, когда многодетная семья, появился у мамы новый папа у этих детей, и этот новый папа использовал методы воспитания, считал, что наказание – это самый лучший метод воспитания. Но и наказывал не просто ударив ладошкой по ягодицам ребенка, а в том, что попадалось под руку, тем лупил его, потому что когда мы уже проводили судебно-медицинскую экспертизу в отношении него, у ребенка было множество пресных пореждений, на самом деле. Но не только физически наказывал, но и, значит, его мог на несколько часов, замечу, в темном сыром подвале оставить, и ребенок уже доходил от того, что засыпал стоя, и просыпался от того, что падал просто. Мы завершили расследование такого уголовного дела, направили его в суд, и, значит, уже состоялся приговор в отношении него, был вынесен приговор, и он был приговорен к лишению свободы. Такие случаи достаточно сложно выявлять. И вот со стороны следственных органов подобное наказание для, скажем так, отчима каким-то образом, послужит ли оно примером? Или это не взаимосвязано? Или другие отчимы также и будут продолжать подобные меры применять? Каким образом обезопасить детей от насилия в семье, у следственных органов? Есть ли какие-то предложения? Предложения, ну, в первую очередь, конечно же, это профилактика. Это самое основное. Лучшего предотвращения преступления может быть. Но по вопросу, начали с того, что сложно выявлять, на самом деле выявляем не только мы. Здесь тесная взаимосвязь есть и с образовательными учреждениями, как было именно в этом случае. Как раз-таки. В школе заметили, да, что с ребенком что-то не то? Да, да, да. Как раз-таки учитель заметил, у него телесные повреждения, обратилась в органы внутренних дел, те, соответственно, уже уведомили нас, и уже началась профессиональная проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело. Вот. Потом... То есть, хотелось бы отметить, что такой контроль ведется, и ребенок в любом случае без защиты не останется. Да, взаимосвязь органов существует, и достаточно на высоком уровне. Вот. И мы не только, видите, ограничиваемся при расследовании уголовных дел, именно вот этой категории, да и вообще любых, установлением обстоятельств самого совершенного преступления. Вот, например, если взять этот случай, да, то по результатам уже расследования уголовного дела, нами было установлено, что мать, вот, у которой тоже еще есть двое детей, и мы выявили о том, что это смолчаливое ее согласие, папа все это совершал, мама не предпринимала никаких мер. После этого, да, нами были внесены соответствующие представления в порядке чести второй статьи 158 УПК об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений. Вот. И на основании наших уже представлений и соответствующих писем в различные ведомства, да, мать была лишена родительских прав также, вот, и в отношении как самого потерпевшего мальчика, так и в отношении двух тех детей. Вот. Сам мальчик, насколько я знаю, сейчас установлен в другой семье уже, вот, но у него жизнь гораздо лучше, чем была до этого. Благодаря совместной работе ведомств. Мы вот сейчас приводим примеры, да, насилия в семье, но известно, что большое влияние и на детей, и на подростков оказывает сегодня сеть интернет, социальные сети и прочее, и масса преступлений корнями уходит именно вот в эту глобальную сеть. Вот как раз таки, если мы будем говорить дальше о других категориях, да, такие как в сфере незаконного оборота наркотиков и половые преступления, вот здесь хищение угодно не буду брать, ну, потому что хищение угодно, это, в принципе, стандартный, можно так назвать, вид преступления, да, у подростков, который вызывает всегда интерес, и особенно, замечу, в летнее время. В летнее время почему? Потому что, как мы знаем, у подростков много свободного времени становится, мама с папой заняты, продолжают быть на работе, и всего целого дня, больше половины времени, то он проводил в образовательном учреждении, в настоящее время он на каникулах, ну, и всегда какой-то интерес проявляется, либо найдется в компании какой-то негодяй, так назовем, который всех сподвинет. Закинет удочку под остыцем. Да, да, конечно, и начинается, сегодня взяли одну машину, завтра другую, думаешь, ничего страшного, но нет, как правило, показывает практика, на третьей, на четвертой машине сразу поймают. Ну, это отошли немного от интернета, вот, а вот на самом деле все, где другие два, две категории преступлений, по поводу, ну, половые и в сфере незаконного оборота, вот там в последнее время все больше и больше интернет, на самом деле, то есть эти преступления совершаются именно посредством интернета. На просторах, да. Да, потому что, хотя, кстати, вот замечу, несмотря на то, что у нас преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в настоящее время, сравнивая 16-й год и 15-й год, показатели гораздо лучше, а именно у нас около 40% снизилась преступность, вот, и даже если сравнивать 16-й год, первый квартал и первый квартал 17-го года, практически на 50% снизилась преступность в этом направлении, вот, но львиная доля этих преступлений совершается именно посредством интернета. Можно объяснить, почему. Потому что не нужно уже ни с кем контактировать напрямую, вот, достаточно, сейчас все пользуются гаджетами различного рода, вот, обмен текстами, сообщениями, деньги за выполненную работу придут на карточку, еще что-то, то есть, думают о том, что это гораздо проще, их никто не поймает, в случае чего никто никого не видел, но на самом деле все по-другому, правоохранительная система тоже не стоит на месте, ну и с этим, соответственно, борются. То есть, конспиративность, которая там подписала себя другим именем и будешь не найден, это уже не действует. В любом случае можно выйти на человека, который писал, который является источником, допустим, предложения. Конечно. А есть ли, допустим, у родителей, вот ребенок не всегда знает о тех опасностях, которые таит в себе интернет, поэтому у родителей, наверное, одна из функций все-таки в какой-то степени контролировать и защищать своих детей от скрытых угроз. Вот что порекомендуете? Конечно же, никто, кроме родителей, не знает так своего ребенка, да, будь то школа, либо это следователь, участковый, инспектор, без разницы. Родители – это именно те люди, которые больше всего знают все тонкости, кто он и что. Нужно как можно больше общаться с ним в первую очередь, проводить как можно больше свободного времени. Если мы, опять-таки, вот мы только что говорили про этот интернет, да, вот, нужно смотреть за изменением поведения у ребенка. Такое тоже может быть, потому что вот ряд половых преступлений, которые совершаются в отношении детей, в последнее время как раз-таки здесь произошел скачок у нас. Может быть, цифры не такие большие. Например, приведу, если в 2015 году с помощью интернета было совершено два преступления, в 2016 – десять. Вот. И в настоящее время показатели, поверьте мне, растут. Ну, потому что все больше и больше, всемирная сеть охватывает также и преступность. Вот. И нужно смотреть за поведением ребенка, потому что те же самые половые преступления, которые совершаются в отношении детей, начинаются с банального просто общения в социальной сети. Казалось бы, ничего здесь страшного нет. Вот. Негодяи, как правило, представляются либо это сверстник, либо немного, на несколько лет старше. Вот. Обычная переписка на общие темы, в принципе. Если раньше мама с папой считали о том, что главное, чтобы ребенок в темное время не гулял на улице, вот, не общался с незнакомыми, не садился в машину, тем более, к незнакомым, и думает, что если он сидит дома, закрылся, там, будь то это компьютер, либо еще что-то, смотрит телевизор, он в безопасности. Это ошибка. К сожалению. Вот. Потому что, вот, опять же говорю, в последнее время негодяи именно пользуются таким образом, что начинают общаться с ребенком, перед этим просматривают его страничку, видят, кто у него друзья, кто одноклассник, чем занимается, хобби, спорт и так далее. Вот. И если же по результатам общения, вот в основном из этих десяти дел, восемь, наверное, таким образом, по результатам общения начинают предлагать, пришли мне свою фотографию. Вот. И в итоге уговаривают несовершеннолетнюю для того, чтобы тот прислал фотографию, а потом пришли в полный рост. Вот. А может быть, покажи там свое тело, еще что-то, здесь ничего такого, смешно это все. И ребенок присылает, ну, просто, казалось бы, в нижнем белье. В трусика там, еще в чем-то. Все, после этого уже переходит, ну, к банальному шантажу, можно так назвать. А вот если ты не сделаешь мне следующее, тогда я твою фотографию отошлю твоим друзьям, которые в твоей спортивной школе учатся, маме, папе и так далее. Ребенку уже некуда деваться, он начинает замыкаться в себе, не может найти выхода. Вот. И вынужден уже выполнять просьбу преступника. Вот. И он, конечно же, начинает быть скрытым по отношению к родителям. Вот. И родители должны заметить это поведение. Потому что, кроме них, ну, конечно, учитель тоже может обратить внимание. Есть в школе психологи, которые с ними работают систематически, да, проводят какие-то тесты, ну, свою работу в этом направлении. Это тоже можно сделать, но все равно я считаю, что родители это в первую очередь должны обратить на это внимание и выявить такие факты. Еще одним направлением деятельности следственных органов является работа, скажем так, с пропавшими детьми, да. 25 мая, помимо последних звонков во всей стране, которые проходят, отмечается еще день пропавших детей. Вот в чем особенности, нюансы такой работы следственных органов именно? На самом деле, да. Одна из, наверное, наиболее важных актуальных проблем – это вот самовольный уход детей просто по месту жительства, а также из детских домов, школ, интернатов и так далее. Вот. И следует здесь понимать, что сам факт оставления ребенком своего места пребывания, вот, может, как бы, может быть следствием совершения в отношении его преступных посягательств. Вот. У нас по состоянию на сегодняшнюю дату около 80 сообщений всего поступило о безвестном исчезновении несовершеннолетних. Но это не говорит, что это именно прям 80 человек должно быть. Нет. Некоторые у нас дети уходят по нескольку раз. Это, как правило, дети из школ и интернатов, из детских домов и так далее. Причинами ухода здесь можно говорить о том, что дети хотят быть самостоятельными, вот, рвутся к свободе, к приключениям. Некоторые к своим родственникам, у которых они также есть. Вот. Причины разные. Мы, конечно же, выясняем в каждом случае, что побудило подростка к этому. По каждому случаю мы проводим проверку, вот, соответственно, и принимаем процессуальное решение. В том году мы расследовали уголовное дело по факту бедственности исчезновения несовершеннолетнего. Сасовским СО занимался у нас этим. Мы возбудили уголовное дело по статье 105 по факту убийства. И уже в ходе расследования мы установили о том, что мальчик поругался, ну, как поругался, посчитал о том, что мама его накажет за определенные действия, что он там сделал, да, что не было принято в семье. Вот. И на попутках как-то где-то пешком доехал в итоге до Сочи. Вот. И оттуда уже его привезли спустя определенный период времени. Спасибо, Алексей Игоревич. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго.